Здравствуйте, я Олег Леонов и Ренат Якупов. Программа Супертачки. Приветствуем вас. Погода в этом году нас не балует, постоянно идут дожди, поэтому сегодня свой рассказ о Супертачке мы будем делать в павильоне. Сегодня у нас в программе Jaguar F-Type, продолжатель традиций купе XK и великого E-Type. Да, маркетологи компании Jaguar говорят, что F-Type это автомобиль, который пришел на смену традиции E-Type, который выпускался в 60-е годы, но при этом сейчас они перестали выпускать купе XK, который мне по-особому нравился, эта машина была в моем сердце, поэтому сегодня вот этот Roadster F-Type я буду рассматривать с особым пристрастием, я хочу понять, достоин ли он сменить купе XK. И судя по ему внешнему виду и техническим данным, шансов у него очень много. Давай посмотрим. Jaguar E-Type выпускался с 1961 по 1974 год. Сочетание необычного внешнего вида, высокой скорости и хороших ходовых данных делало его одним из лучших автомобилей тех лет. При этом цена его никогда не была заоблачной. Впервые E-Type увидел свет в марте 1961 года на Женевском автосалоне. Общественность сразу встретила его восторженными комментариями и процесс пошел. Практически сразу появилась версия с открытым верхом и двумя посадочными местами. Помимо того, что новый Jaguar был потрясающе красивым, так еще и очень быстрым. Мотор 3,8 литра способен был разогнать E-Type до 242 км в час. На это были способны только гораздо более дорогие Ferrari и Aston Martin. За последующие 10 лет машина дважды сильно обновлялась. Мотор 3,8 сменился сначала на 4,2, а потом на сумасшедшие V12 объемом 5,3 литра. Менялись коробки передач, менялся облик. Но что оставалось неизменным, это способность покорить любого с первого взгляда. В 1974 году производство E-Type было прекращено. За 13 лет было выпущено более 70 тысяч этих потрясающих машин, которые и по сей день считаются одними из красивейших в истории автодизайна. До недавнего времени флагманом модельного ряда Jaguar и символом спортивности было купе XK. Но теперь его место занял новый F-Type. Современные технологии и новый выразительный дизайн делают F-Type новой, яркой страницей в истории легендарной марки. Изменилось практически все. Ни одной общей детали, вплоть до органов управления. Сейчас на рынке F-Type представлен в трех вариантах. F-Type и F-Type S с трехлитровыми V6. А также самый суровый F-Type V8S, оборудованный 5-литровым двигателем V8 мощностью 495 лошадиных сил. Все версии оборудованы совершенно новой автоматической восьмиступенчатой трансмиссией QuickShift со сближенными передаточными значениями. В результате чего дольше поддерживаются оптимальные обороты, а динамика становится более ровной и стремительной. Повышенная жесткость и заметно более низкий вес новой конструкции кузова, выполненного из прочного алюминиевого сплава, внесли немалый вклад в динамику и выдающуюся управляемость. Нельзя не отметить новейшие системы активной и пассивной безопасности. От традиционных аэрбэгов до адаптивного круиз-контроля и системы распознавания столкновений с пешеходом. Все это делает новый F-Type не просто современным и быстрым, но и очень безопасным. Для тебя мы решили, что машина стоимости от 5 миллионов должна быть супертачкой. Сколько стоит данный автомобиль? Этот автомобиль стоит 5 миллионов 100 тысяч с мелочью. То есть получается, что он как раз на входе в класс супертачек? Да. А сколько стоит базовая комплектация Jaguar F-Type? Цена стартует от 3 миллионов 800 тысяч рублей за версию с мотором 3 литра V6. Мощность стоит 340 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель трехлитровый V6, но суперчардж. Буков КС есть на решетке радиатора. И сколько добавляет это лошадей? 40. Итого сумма получается 380. И цена, соответственно, прибавилась на 600 тысяч рублей. То есть сколько стоит вот этот автомобиль в базовой комплектации? От 4 и 400. То есть 4 миллиона 400 за F-Type с двигателем V6, трехлитровым суперчардж с механическим нагнетателем. Но эта машина стоит 5100, за что добавлено еще 700 тысяч. Ну, для начала опционные кресла стоимостью 150 тысяч рублей. Крыша в цвет салона еще 35. Улучшенные тормоза 18. Ну и так по мелочи набежало. Ну, в принципе, 700 тысяч. Добавка в стоимость для супертачки не такая уж и большая. Так что я считаю, что здесь такой хороший, добротный джентльменский набор опций в 700 тысяч. И стоимость 5150, наверное, достойна. Ты как считаешь? Бюджетно. Бюджетно. Окей. Как на мое здоровье подвело меня в самый неподходящий момент. Но отказаться от тест-драйва F-Type было выше моих сил. Совокупность V6, новые коробки передач и легкого кузова делает F-Type многим более эффективным. Разгон до 100 км в час всего 4,9 секунды, а максималка 275 км в час. Да, планку поставили ему очень высокую. Ведь стать не хуже, а, в общем-то, и намного лучше таких предшественников, как X-K и уж тем более E-Type, задача крайне непростая. Но, по-моему, он с ней справляется. Не могу не рассказать об очень умной коробке передачи. Ее компьютер способен анализировать стиль вождения и очень быстро под него подстраиваться. Например, функция распознавания поворотов чувствует, что автомобиль поворачивает и сохраняет передаточное значение с тем, чтобы сразу предоставить нужную передачу на выходе из поворота. Казалось бы, всего три литра V6, но всему предшественнику он проигрывает совсем, совсем не надо. Да, такая безграничная динамика в городе скорее расстраивает, чем радует. Чтобы получить полное удовлетворение, нужно выезжать рано утром, когда все еще и не думают просыпаться. Но тогда как же все в ваш F-Type? Практическая сторона низко подкачала. Смехотворный багажник, очень низкий дорожный просвет и широченные колеса. То есть поездка дальняя по России большого удовольствия явно не доставит. Из-за стремительно наступившей осени, из-за всеми этими техническими нюансами, мы совершенно упустили, что F-Type в первую очередь родстер. И возможность проехать с опущенной крышей часто многим более ценно, чем поражающие цифры. Вместе с эффективностью выросла экономичность. Расход в смешанном цикле всего лишь 9,1 литра. А на трассе так вообще 7. Наконец-то я за рулем настоящего Jaguar F-Type. Я поражаюсь, как удается дизайнерам соблюсти вот это сочетание современного автомобиля и классического, чего стоит только один блок управления сиденьями. Здесь тут много кнопок, но главное, этот блок напоминает аналогичные блоки на предыдущих Jaguar, на X-K Air, на классических Jaguar X-K, которые выпускались в 50-е годы. И самое интересное, что количество кнопок, которыми управляешь сиденьями, больше, чем кнопок на приборной панели. Мне нравится этот аскетизм. В комфорте, пожалуйста, выстраивай как хочешь. Много режимов, положений, три варианта памяти. При этом довольно аскетичный ряд кнопок на самой приборной панели. Такой центральный тоннель, гоночный стиль, большие круглые циферблаты. Они же являются регулировками климата и большой светящийся экран. На мой взгляд, все-таки яркость этих кнопок и экрана будет немножко мешать ночью, когда темно, и в салоне будет больше света, чем снаружи. Это будет контрастировать с окружающим миром. Здесь достаточно пространства, но комфортно, как в роскошном купе, вы себя не будете чувствовать. Это все-таки родстер. Здесь есть нужная доля жесткости, нужная доля жесткости. Так же, как и в подвеске, и в тормозах. Здесь нет такого, что ты становишься на месте колом, нет какой-то вальяжности. Тут все очень сбалансировано. Ты нажимаешь, и машина послушна, словно любимый котик. Спокойно, без лишних рывков тормозит. Ну что ж, я думаю, что эта машина позволит вам получить удовольствие на коротких рывках, особенно когда вы в городе от стафора до стафора. Очень быстро набирает скорость. Красиво, сочно звучит. Надеюсь, это слышно в нашу камеру. И на поворотах очень плавно, мягко тормозит, без излишних клевков. Вот за что я люблю вот такие машины, которые позволяют себя чувствовать спортивно там, где нужно, и в то же время чувствовать себя расслабленно, аристократично в тех местах, где это нужно. Вот это настоящее качество супертачек. Быть супер в любом режиме, в спортивном, либо в расслабленном, круизерском, когда ты просто хочешь проехаться по городу, насладиться окружающим миром и просто показать свою красивую машину. Вот так тебя оправдало? Да. F-Type – это супертачка. Ну да, хотя внешний вид у нее не столь революционный, как у классического E-Type, и, может быть, даже не так выразительный, как у Купе X-K, но свой след в истории наверняка оставит. Ты знаешь, я немножко не согласен с тобой. Мне наоборот кажется, что новые автомобили от Jaguar F-Type, он более современен. Все-таки по экстерьеру в нем есть что-то от итальянских автопроизводителей, он более агрессивен, более компактен, потому что X-K, он был такой удлиненный, какой-то вальяжный. Здесь этого нету, здесь какая-то собранность, энергия, какая-то эффективность. Да, и, в принципе, и мотор, и коробка, он, собственно, более современный и более взрослый, что встал. Ну смотри, здесь получается трехлитровый двигатель V6 с механическим нагнетателем, который дает 380 лошадиных сил, ты мне говорил. И он всего на одну десятую медленнее, чем QPX-KR. Который было 5-литровым? Да. Ну что ж, сегодняшний тест-драйв подошел к концу. Мы с вами прощаемся. С вами был Олег Леонов. Яков Фринад. И до новых супертачек. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!